Первое место именно таки вчера, вчера поздно вечером, данный игрок появился у нас в топе, это Ярик. Это просто Ярик, который, как по мне, можно сказать, навсегда останется в топ-1 нашего рейтинга. Я в такой момент могу сказать только одну фразу. Ярик, текая из города, может сказать только один человек, которого я знаю. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я наконец-таки записываю новый топчик, топчик по нашим любимым рейтингам, поэтому обязательно прямо-таки сейчас поставьте палец вверх, дабы наши серии именно-таки по нашему топу на рейтингах выходили намного-таки, намного-таки чаще. И я думаю, что если на данной серии наберется 250 лайков, то новая серия не заставит себя долго ждать. Ну а сегодня мы поговорим про рейтинг по эффективности. У нас сегодня произошли очень масштабные, интересные изменения в данном пункте, можно так сказать. Сегодня разберем топ-10 игроков именно-таки по эффективности и посмотрим вообще, чего добились здесь ребята. Это, безусловно, для всех тех ребят, которые не знают, по каким критериям выбирается именно-таки данный рейтинг по эффективности, то здесь я вам могу сказать одно. То, что здесь имеется два пункта, по которым, по сути, выстраивается данный рейтинг эффективности. Самое главное, это, конечно же, соотношение опыта заработанного к заработанным кристаллам, ну и, конечно, соотношение именно-таки уп-шечка ваше, сколько танков вы убили и сколько подбили. Чем больше данное, именно-таки, значение у вас имеется, тем выше вы находитесь в именно-таки данном пункте в рейтинге. Начинаем с 10-го места. 10-е место занимает игрок с ником Верусняк. Данный игрок долгое время уже не находится именно-таки в проекте, хотя, в принципе, 563 часа он набил именно-таки после определенных новых обновлений введения именно-таки данного рейтинга, потому что в данном именно-таки рейтинге по эффективности есть ребята, которые не играли или бы играли очень мало после введения данных именно-таки рейтингов, и у них значения намного-таки, намного-таки меньше. Все это было заработано именно-таки в то время, когда в игре еще не было таких функций, не было таких рейтингов и ничего данного вообще вы смотреть не могли. Верусняк играл у нас ни в какие-нибудь джиггернауты, это игрок обычной цпшечки, я не знаю, насколько у него там отлично это все дело, конечно же, получалось, но если при первой легенде у него получилось занять именно-таки топ-10 по нашей эффективности, заработать коэффициентик почти x3, то я считаю, что это довольно-таки достойный игрок, при том, что в принципе УП у него не такое большое, всего лишь 1.71, но этого достаточно было, чтобы попасть именно-таки в топ-10. Последнее время значения топ-десяточки постоянно меняются, какие-то игроки приходят, какие-то игроки уходят, потому что появляются все же персонажи, которые умеют делать этот рейтинг намного-таки круче, есть какие-то определенные ребята, которые врываются сюда, и сегодня один человек точно такой будет, это просто нереально крутейший игрок, но пока еще до него мы не дошли, поэтому идем дальше. Девятое место у нас занимает игрок с ником Volt0 данного игрока, я, честно говоря, даже знаю, потому что это довольно-таки старый игрок, и как вы видите, именно-таки по данному рейтингу, то, что у него набито всего лишь 10 часов после выхода рейтинга, это значит, что на протяжении уже более 2,5 лет данный игрок вообще не играет, и успешно занимает пока что девятую строчку, хотя еще где-то пару-тройков месяца назад данная позиция была намного-таки, намного-таки выше. У него по коэффициенту почти уже троечка, при двух именно-таки миллионов набитого опыта, при легенде третьей у него набито почти 6 миллионов кристаллов, при этом УП-шка не такая уж большая, 1.89 при всем этом раскладе, данный игрок, когда заходил именно-таки играть сейчас в нашу игру, играл существенно именно-таки в режиме «Каждый сам за себя», да и я данного игрока знаю как игрока именно-таки ДМки, ему нравится данный режим, и в этом плане у него в свое время все довольно-таки отлично получалось, и такой игрок у нас еще один похожего типа сегодня обязательно появится. Восьмое место занимает игрок с ником «Last Rad», данного игрока я вообще не знаю, я не знаю кто это и как у него все это дело получилось, но если я вижу здесь 204 часа, я могу понимать то, что данный игрок играл на протяжении именно-таки какого-то времени, когда именно-таки данные рейтинги уже были в игре, это значит, что у него получалось это сделать довольно-таки эффективно, раз он сегодня занимает восьмую строчку, но конечно же в проекте он сейчас не играет, либо же играет на каком-то другом аккаунте, а данный аккаунт был сделан именно-таки для набития тупо-топа, восьмое место у него прямо-таки сейчас имеется, и я в принципе даже не знаю, что я могу сказать еще про данного игрока, я не люблю разговаривать про тех ребят, которых я не знаю, которые по какой-то степени чем-то выделились именно-таки в своем топе, но есть параметры, которые мне нравится смотреть больше у одного определенного игрока, у другого мне это как-то не внушает такого доверия, интереса какого-то определенного рассматривать, поэтому данного мы игрока оставим на какие-то следующие разы, потому что я уверен, что данный игрок сможет попасть еще под другой какой-то определенный топчик, но у нас имеется уже игрок, который занимает седьмое место, данный игрок ноль часов играл после того, как ввели у нас рейтинги, это довольно-таки старый игрок, существенно он играл именно-таки в дмках, если не ошибаюсь, то когда-то давным-давно я данного игрока именно-таки встречал, но он не такой уж известный, я даже побоюсь, наверное, произносить правильно его никнейм, какой-то Джейс Зли какой-то, я не знаю, наверное, скорее всего, я неправильно его ник произнес, если вы знаете, как правильно произносится данный никнейм, можете по этому поводу написать в комментарии, но какой-то опасный такой вот парниша у нас имеется, при том, что у него коэффициент уже более троечки, и при всем этом раскладе у него имеется уже почти двоечка УП, это значит, что чем выше мы идем именно-таки по нашему топчику, тем лучше коэффициенты у нас становятся у данных игроков. Следовательно, данный игрок занимает у нас седьмое место в сегодняшнем нашем интереснейшем топе. Шестое место занимает игрок с ником Минстер, также данный игрок играл у нас в игре, 366 часов у него набито, при всем этом раскладе у него УПшечка 4.54, довольно-таки достойное УП при всем том раскладе, то, что коэффициент его оставляет желать лучшего. Вот вы представьте, если бы у данного игрока была бы, например, такая же коэффициентная статистика отношения опыта к кристаллам, как, например, у данного игрока, то есть у него уже она существенно выше почти на полмиллиона, но у данного игрока имеется прям вот суперское УП, как по мне, 4.54 для легенды это довольно-таки достойный результат, при том раскладе, то, что данный игрок не играл в никакие тут джиггернауты, это игрок, который, возможно-таки, в какой-то степени не знал еще про данный режим, либо же он, когда играл, его еще не было, потому что многие ребята, которые сейчас добиваются нашего топчика по эффективности, они существенно играют именно-таки в режиме джиггернаута, потому что там все это сделать намного-таки, намного-таки проще. Здесь же игрок не играл в данном режиме, у него получилось добиться успеха, не играя в нем, и успешно данный игрок у нас занимает шестую строчку нашего топчика. Пятое место занимает игрок с ником Фрал, вот именно-таки про данного игрока и про Вольта я знал уже давным-давно, это те ребята, которые любили играть в ДМках, и сейчас вы, как видите, у него набито было только 3 часа после именно-таки выхода данных рейтингов, и я могу с уверенностью сказать, что это был довольно-таки скилловый игрок, определенного рода такие ребята сейчас у нас уже не играют в нашу игру, таких ДМщиков нету, заядлых ребят, которые любят свой шафт, потому что именно-таки данная пушка его была основной в игре, да, может быть она менялась на условный какой-то гром, но по большей части он использовал именно-таки шафта. Упшечка данного игрока 3.43 и коэффициентик тоже очень близкий именно-таки к троечке. Ну и при всем этом раскладе у него легенда четвертая уже. Попрошу заметить то, что чем выше у вас легенда, тем сложнее все же попадать в этот топ, и парень смог сделать еще в то старое время довольно-таки хорошие результаты, и если не ошибаюсь, после выхода именно-таки данных рейтингов данный игрок занимал позицию номер 1. Ну и сейчас уже время меняется, появляются новые нагибаторы, они влазят в этот топчик и смещают данных игроков. Четвертое место в нашем топе сегодня занимает игрок с ником Electrosoft. Про данного игрока я не могу ничего много рассказать, потому что я не знаю, кто это такой, если судить данного игрока именно-таки по рейтингу, то я могу сказать, что он набил всего лишь 46 часов, а это значит, что большое количество его игрового времени было набито за рамки нашего рейтинга, именно-таки ввода его в нашу игру, то есть это было набито более 2,5 лет тому назад. При всем этом раскладе у него УПшечка, я бы сказал, маленькая, 1.73, и он занимает четвертое место. Это значит, что УП не так сильно влияет на наш топ, но зато у него коэффициент уже более троечки, соотношение опыта к заработанным кристаллам у него составляет около 3,3%, то есть 3,3. Третье место нашего топа занимает игрок с ником Скилловой Нагибатор. Скилловой Нагибатор это игрок, который уже появлялся в каких-то определенных джиггернаутах, если я даже не ошибаюсь, нет, нет, ошибаюсь, это не тот игрок, извините, пожалуйста. Скилловой Нагибатор набил 327 часов у нас в игре, 2,58 у него УПшечка составляет, и при всем этом раскладе у него имеется еще набитых 5 миллионов кристаллов при легенде номер 1, а именно таки чуть более 1 миллиона 600 тысяч опыта. Довольно таки достойный результат, и именно таки он сейчас занимает у нас третью строчку. Вы спросите меня, почему третью? Потому что если вы следили за данным рейтингом до сегодняшнего дня, то вы могли здесь видеть еще одного интересного игрока, который многих удивлял в режиме джиггернаута. Безусловно, я его встречал, я его видел, но сейчас его нету. Именно таки сегодня с утра данный игрок потерял свою эффективность. Это блокит, и сегодня он заблокирован. Есть у меня определенная информация, то что данный игрок был заблокирован за читы на страйкере, которые в последнее время были актуальны у игроков, которые играют в режиме джиггернаута, дабы быстрее сводиться, дабы быстрее все это дело у них получалось. Он придержался читов, получил за это свой благополучный бан. Возможно, это вечка, возможно, это месяц. У меня данной информации нету. Если кто-то знает по данному вообще игроку что-либо, вы можете по этому поводу отписать в комментарии. Но данный игрок занимал вторую строчку. У него было УП-253. И при всем этом раскладе, при 20-й легенде, повторюсь, это очень хороший, очень хороший результат. 20-я легенда, это максимальная, я скажу вам даже так, легенда, которая здесь могла именно-таки встречаться в нашем рейтинге. И у него набито 21 миллион кристаллов. Почти пятерочка коэффициент, и это очень достойный результат, как по мне. Нет, не пятерочка, четверочка. Чуть-чуть я ошибся. Ну а сейчас второе место в нашем топе занимает игрок с ником «Молодой человек». Еще один игрок, который любит джаггернауты, которого мы также встречали. Не так давно он появился именно-таки в данном топчике. Если не ошибаюсь, то прошло около, наверное, трех-четырех, может, месяцев, когда он появился именно-таки в нем. Тоже игрок продолжает играть. Легенда номер 3. 6,5 миллионов заработано при 2 миллионах чуть более именно-таки опыта. УП довольно-таки солидно. 5,50 – это хороший результат, как по мне. И джаггернаут дает о себе знать. Именно-таки данный режим помогает ребятам добиться данного успеха и взойти именно-таки на эту высоту нашего топчика по ИВ-эффективности. Ну а первое место именно-таки вчера. Вчера поздно вечером данный игрок появился у нас в топе. Это Ярик. Это просто Ярик, который, как по мне, можно сказать, навсегда останется в топ-1 нашего рейтинга по эффективности. Это очень большие цифры. Это 97446 сейчас именно-таки рейтинга по эффективности. Максимальное значение, повторюсь, рейтинга по эффективности – 100 тысяч. Более 100 тысяч – невозможно его сделать. И данному игроку для данного именно-таки самого большого рейтинга не хватает всего лишь 2,5 тысяч. Это максималка. И сейчас данный рейтинг почти в 2 тысячи опережает второе место. Почти в 2 тысячи. Вы просто представьте, насколько это высокий результат. Это 6 у пэшечка. Это коэффициент почти столько же. Почти 6 коэффициент. Вы представьте? Нет, ну тут не 6, конечно. Там 5 с копейками. Тут я, конечно, немножко преувеличил. Но это очень достойный, солидный результат. И я в такой момент могу сказать только одну фразу. Ярик, текая с городу, может сказать только один человек, которого я знаю. И то ему надо будет очень сильно попотеть, дабы обогнать данный результат. Но данный игрок имеется. Я знаю этого человека. И, возможно, через какое-то время Ярика сможет кто-то скинуть. Но это явно довольно-таки успешный топчик, который будет не так просто обойти. И очень серьезный задел сейчас сделал данный игрок. За, можно так сказать, очень маленькое время. Всего лишь 465 часов ему потребовалось, дабы занять топ-1. А, как правило, данный игрок начал играть, если не ошибаюсь, где-то полгода, может чуть больше назад. Ну, я имею в виду активно именно таки играть. Потому что до этого мы не будем там упоминать, какие там у него были аккаунты. Именно какой аккаунт, какое вооружение. Потому что явно в этот аккаунт вкладывались деньги, дабы получать лучшее вооружение на определенном звании. Чтобы можно было спокойно играть в режиме Джаггернаут. Именно в данном режиме было набито большое количество опыта, а главное кристаллов. Дабы данный коэффициент был настолько большой. И сегодня он первый. Насколько долго он будет первый? Я более чем уверен, что это будет полгода минимум. Может год, может два, может три. Найдется ли тот человек? Я знаю только одного. Сделает ли он это? Поживем, увидим. Вот такой вот топчик у нас сегодня получился. Если вам понравился, то обязательно поставьте палец вверх, если вы еще этого не сделали. Также, ребят, не забывайте подписываться на канал, дабы не пропускать новые ролики. А также, ребят, чтобы наше количество потихонечку, конечно же, росло. Чем больше нас становится, тем больше интересных таких видеороликов у нас будет появляться на нашем канале. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok